Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. И о моей коллеге расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре прошла массовая зимняя гонка «Лыжня России-2024». Соревнования посвятили Году Семьи. Самарская область заняла второе место в рейтинге национального проекта «Производительность труда» за 2023 год. Итоги озвучили в Министерстве экономического развития России. В первую очередь оценивались такие показатели, как тиражирование практик повышения производительности труда, обучение работников методикам бережливого производства, объем льготного кредитования компаний. Всего в числе лидеров оказалось 23 региона. Самарская область разделила второе место с Краснодарским краем. Напомним, что в регионе целенаправленно повышают производительность труда более 170 предприятий. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является ключевым фактором развития региона. Среди участников национального проекта «Производительность труда» компания-лидеры отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, животноводства, торговли и других. В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. По данным синоптиков, во вторник местами по региону ожидаются сильный гололед, налипание мокрого снега, на дорогах сильная гололедица. Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Тем временем, в гидромедцентре России к концу недели прогнозируют аномальные морозы на большей части страны. В центре Европейской России температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже климатической нормы. На Урале, в Западной и Центральной Сибири на 8-14 градусов. В городе продолжается уборка улиц от снега. На еженедельном оперативном совещании в мэрии под председательством главы города Элины Лапушкиной, руководитель профильного ведомства и главы районов, отчитались о проделанной работе и определились с планами на текущую неделю. С оперативной сводки о проделанной работе по уборке снега с улиц Самары началось еженедельное совещание в мэрии под председательством главы города Елены Лапушкиной. С 1 февраля с городских улиц вывезено почти 90 тысяч тонн снега. На сегодняшний день в Самаре выпала половина месячной нормы осадков. Фактическое состояние УДС на сегодняшний день проезжие части тротуара дорог 2-4 категории расчищены полностью, обработаны ПГМ, дорабатываются, как обычно у нас, собственно, тротуары. Возможность беспрепятственного движения общественного транспорта и пешеходов обеспечена. Для качественной уборки дорог припаркованные с нарушением правил дорожного движения автомобили эвакуируются. За последние сутки совместно с ГИБДД на штрафстоянку отправлено 8 таких транспортных средств. Всего за неделю забрали 36 автомобилей. Главы районов отчитались о состоянии дворовых проездов, тротуаров и подходов к подъездам. Уборка снега на придомовых территориях входит в обязанности управляющих компаний. Администрации районов не оставляют без внимания случаи недобросовестной работы обслуживающих организаций. На прошлой неделе выезжали вместе с сотрудниками прокуратуры. 8 числа составили 7 актов о ненадлежащем содержании в адрес управляющих организаций. Итого за текущий период 75 актов составлено. В настоящий момент 30 еще находятся в прокуратуре. Ждем, когда придут административные материалы в комиссию на их рассмотрение. В ГЖИ отправили 24 материала. На совещании затронули вопрос уборки снега с частных территорий. Глава Самары отметила неприемлемость складирования такого снега на улично-дорожной сети города и призывала хозяйствующие субъекты вывозить этот снег на полигоны. Это позволит минимизировать риски подтопления территорий в весенний период. Это касается абсолютно всех глав внутригородских районов. Это касается наших подрядных организаций. Тоже работать совместно с учреждениями, которые так доброжелательно выталкивают снег на улично-дорожную сеть, не неся за это никакой ответственности. Свою территорию почистили и, в общем-то, оставили проблему решать дальше за счет бюджетных средств. Уже сейчас надо готовиться. И пока снега нет, у нас снегопада. Надо вывозить снег с подтопляемых территорий. Работа по уборке снега в городе продолжается. В дневную смену 12 февраля на уборке городских территорий задействовано 307 единиц техники и 3272 дворника. Проводят работы по очистке проезжих частей, тротуаров и вывоз снега. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни вновь ожидается снежная погода. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В Самаре почтили память сотрудников органах внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в страшном пожаре, который произошел в областном УВД 10 февраля 1999 года. Со дня трагедии прошло 25 лет. Цветы к вечному огню и мемориальному комплексу возложили полпредпрезидента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, начальник главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов, а также родственники и друзья погибших. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Марии Рабинович было всего 19 лет, когда случился пожар в здании областного УВД в 1999 году. Она стала самой молодой из тех, кто погиб в тот ужасный день. С тех пор в годовщину трагедии родители и ее сестры обязательно приезжают, чтобы возложить цветы к мемориалу. Как вспоминает ее мама Наталья, в тот день они увиделись через окно в автобусе, на котором Мария поехала на работу. Автобус поворачивает по кольцу. Сашка маленькая самая была, сейчас ей уже 33 года. Вот Саша кричит, Маша, Маша, и Маша так улыбнулась, вот так вот помахала рукой. Все, больше ни в живых, ни в мертвых мы не имеем. Трагедия унесла жизни 57 человек. Их имена увековечены на стене мемориального комплекса. В 2014 году в регионе появилась памятная дата. Каждый год, 10 февраля, вспоминают о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь, на Куйбышево-42, у мемориального комплекса традиционно собираются самарцы, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. В церемонии возложения цветов приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, ветераны и сотрудники органов внутренних дел, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты, руководители ведомств, курсанты, представители молодежных и общественных организаций. «Если мы не будем чтить память о сотрудниках правоохранительных органов, которые отдали свои жизни при исполнении своих обязанностей, если будем забывать героев-защитников нашего Отечества, тех, кто стоит на страже порядка, законности, безопасности нашей гранты, защищает интересы нашей Родины, мирное небо над нашей страной, но если мы забудем об этом, то у нашей страны не будет будущего». «Важно помнить, ведь люди, которые погибли, сделали много вклада в МВД, в полицию, в органы внутренних дел. Ценим, ценим их за все, что они сделали». «Так сложились обстоятельства, что в тех условиях 57 человек спасти не сумели. И вот с этой болью, с этой памятью приходится идти вот каждый год». После церемонии возложения в храме Часовни Святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. «Самарская семья Манджиевых воспитывает четырех сыновей. Двое из них приемные. Супруги усыновили малышей, осиротевших в их родном городе, в Калмыкии. В первое время семье пришлось столкнуться со многими трудностями. Все эти годы их полностью поддерживали в центре семья. Какую помощь оказывают многодетным семьям в Самарской области – в нашем сюжете». Сейчас в семье Манджиевых спокойствие, доверие и взаимовыручка. Но это результат больших усилий. Четыре года назад Мария и Александр узнали, что в их родном городе в Калмыкии умерла дальняя родственница, осиротели двое малышей. Детского дома там нет. Мальчиков из-за разницы в возрасте хотели разделить и отправить в детские дома в другие регионы. Недолго думая, Мария и Александр взяли отпуск и отправились на родину, чтобы усыновить сирот. Решение супругов полностью поддержали двоих сыновей – Баир и Эрдом. Выяснилось, что у приемных малышей серьезные проблемы со здоровьем. Но родителей это не испугало. Благодаря всемирным ценностям мы исправились, потому что у нас очень сполченная команда. Во-первых, дети приняли. Толик и Виталик очень хорошо. Они первые сказали, давайте мы их возьмем. Хотелось бы и не навредить, и самим было. Вот мне очень было тяжело к этому статусу привыкнуть, к таким детям, честно говорю. Нам всем было тяжело, мы все очень сильно переживали. И чтобы было бы все по-правильному, все хорошо, мы, естественно, очень часто ходили в Центр Семья, с психологами общались, также и к нам приходили. Давали советы, видели ситуацию со стороны. Но как бы все было в этом плане как бы под контролем. По словам Манджиевых, огромную помощь оказали психологи и педагоги из Центра Семья, которые не оставляли их без поддержки ни на минуту. За эти годы все проблемы удалось решить. Одному из усыновленных детей прочили интернат. Но сейчас он уходит в коррекционную школу, а уже со следующего года начнет учиться в обычной. Конечно, вначале было очень сложно. Ну а сейчас можно сказать, что это обычная семья, очень дружная семья, где один за всех и все за одного. В регионе действует 25 мер социальной поддержки многодетных семей. Глава региона Дмитрий Азаров не раз отмечал, что правительством области уделяется особое внимание таким семьям. В этом году на меры поддержки из федерального и областного бюджетов, в том числе и в рамках национального проекта «Демография» в Самарской области предусмотрена рекордная сумма – 46 миллиардов рублей. Со стороны комплексного центра осуществляется мера социальной поддержки семьи с детьми в следующем виде. Это обеспечение бесплатными льготными путевками в детские здоровительные лагеря, лагеря санаторного типа, коррекционные группы для детей, состоящих на сопровождении в учреждении, для родителей, для замещающих родителей. В 2024-й в России объявлен президентом Владимиром Путиным годом семьи и в рамках этого года стартовал семейный проект «Всей семьей». Участвовать в этом проекте может любая семья. Достаточно зарегистрироваться на сайте, выполнять еженедельные несложные задания и выкладывать их в соцсетях с хэштегом «Всей семьей 63». Семья Манджиевых также принимает в конкурсе участие. Они уже вместе смотрели фильм, читали книгу и делали спортивные упражнения. И надеются на победу. На зимнем Грушинском фестивале в Доме офицеров выступили исполнители, авторы и творческие коллективы с бардовской песней. На концерте вспоминали Юрия Висбора, известного автора и исполнителя, а современные барды исполнили свои песни. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Авторские песни прозвучали в Доме офицеров на зимнем Грушинском фестивале. На концерте исполнили сочинение одного из основоположников жанра авторской песни Юрия Висбора. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Висбор любил Грушинский фестиваль и неоднократно его посещал. Известного советского барда не стало в 1984 году, а его песни поют до сих пор. Для того, чтобы мы поняли, что мы чувствуем на самом деле, нам нужен посредник, нам нужен поэт или автор песни, который уже это прочувствовал и выразил в словах, выразил в музыке. Зимний Грушинский фестиваль прошел в рамках марафона авторской песни России. Проект привлекает новых людей и молодежь к бардовскому движению, которое воспитывает чувство долга, любовь к природе и родному краю. На концерт приехали исполнители из других городов. Марина Дмитриева живет в Тюмени. С детства Марина слушала и исполняла авторские песни. В 14 лет начала сочинять сама. Бардовская песня, мне кажется, у нее в основе лежит все хорошее. Вот хорошее, доброе и вечное – это и есть основа бардовской песни, да? То есть это про любовь к родине, про любовь к детям, про любовь к мужчине, к женщине, про дружбу, про семью. Да, то есть это вот те самые общечеловеческие ценности, да, которые нам всем сегодня необходимы. Ежегодно в конце февраля проходит Зимний Грушинский фестиваль. Праздник объединяет любителей авторской песни, дает возможность вспомнить известных бардов и познакомиться с новыми исполнителями. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Под громкие аплодисменты и звук гитары в Самаре стартовал патриотический фестиваль бардовской песни «За победу». На протяжении двух недель на 20 площадках региона пройдут концерты коллективов литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс». Военно-патриотического проекта «Победа» клуба Валерия Грушина. Также выступят самарские патриотические клубы. Ксения Баканова продолжит тему. Для Михаила Чудакова и Михаила Стрельцова это непростые слова. Артисты регулярно ездят выступать в зону боевых действий. Говорят, в годы Великой Отечественной песня поднимала боевой дух, шла солдатам в бой и становилась верным другом. Сейчас уже совсем другие времена, однако своей актуальности не теряет. Скорее наоборот, за ленточкой она для солдат, как глоток свежего воздуха. Тылу мы рассказываем о фронте, фронту мы рассказываем о тылу в такой музыкально-поэтической форме, делаем песни-репортажи, ну, очень похожие по своей сути на творчество Владимира Высоцкого, Юрия Висбора, которые были непревзойденными мастерами именно этого жанра. Очень много стихов и песен других поэтов из Самары, из Тольятти, из Москвы также отзываются в наших душах, наши песни отзываются в их душах. И вместе мы даем такой накал зрительскому залу, что под конец просто зрители встают, аплодируют, подпевают, зажигают фонарики на телефону. Действительно, это не пафос. Пока мы едины, мы непобедимы, вместе мы сила, победа будет за нами. В Самаре стартовал патриотический фестиваль бардовской песни «За победу». На протяжении двух недель на площадках региона пройдут концерты творческих коллективов. Артисты из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга исполнят военные песни и прочитают стихи. Песня всегда была и остается одним из главных средств укрепления души настоящего воина, который сидит в окопе, ему холодно, у него настроение не очень хорошее, но он понимает четко, что ты как в 41-м году политрук Кулачков, за нами землянин. Организаторы отмечают, важно с родних лет воспитывать молодежь в духе патриотизма. И творчество этому способствует. Мы выезжаем в школу, поем эти песни там, рассказываем им о той ситуации, которая происходит сейчас в стране, и за рубежом, и о целях нашей специальной военной операции, то есть о мужестве и будущей наших героев. Завершится фестиваль 23 февраля большим гала-концертом. Здравствуйте, друзья, однополчане, как приятно видеть ваши вы. Вспоминаю часто, как лазили в Афгане, думая о доме и родных. Ксения Баканова, Константин Головин. События. «Все мы родом из детства». Выставка с таким названием открылась в Самарском дворце ветеранов. В коллекции представлены игрушки советской эпохи. Они были произведены на заводах Куйбышевской области. Все экземпляры собрала Анастасия Решетова. На ее выставке побывали корреспонденты событий. Спасибо вам большое, что вы нашли время и посетили эту выставку. Анастасия Решетова с 2019 года начала собирать советские игрушки, произведенные в Куйбышеве. История ее коллекции началась с простого вопроса сына. Мама во что-то играла в детстве. С тех пор у Анастасии проснулся исследовательский интерес к игрушкам, созданным в Куйбышевской области. Промышленные предприятия города производили автомобили, производили оборонную технику, секретные были производства, взрывчатые вещества. И наравне с этим они делали песочные наборы, делали кукол, делали музыкальные инструменты. Вот это вот соотнесение, несоотносимого, скажем так, вот это вот как раз и было интересно. Вместе с сыном Анастасия собирала информацию о заводах и игрушках. Захар поддерживает маму в ее увлечении и помогает пополнять коллекцию. Когда шла экскурсия, сказали про школьные принадлежности. Мама показала линейку треугольную такую. Там ласточка от прогресса. Я ее нашел в школе на уроке математики. Я забыл свою линейку, мне дали вот ту. Я заметила, мы тогда уже собирали игрушки. Свою коллекцию Анастасия впервые показывает публике. Сейчас в ней около двухсот интересных и редких экземпляров. Эти грузовички выиграли всесоюзный конкурс игрушек. Такой набор считается очень редким. А эти роботы были сделаны на прогрессе. Завод еще в послевоенные годы начал производить игрушки по указанию директора Виктора Литвинова. В конце 40-х годов было открыто производство игрушек. Но самые первые игрушки, как вы понимаете, были очень такие простейшие. Их можно было очень легко ремонтировать. Фактически каждый ребенок немного старше 10 лет вполне мог с этим справиться. Создание машинок и кукол для детей на предприятиях запечатлел Николай Абросимов, известный самарский фото-журналист. Его работы тоже представлены на выставке. Практически все предприятия Куйбышевской области в обязательном порядке выпускали детские игрушки. Это был своего рода социальный заказ. Правда, шли они под маркой товары народного потребления. Посетители, побывавшие на открытии выставки, подарили Анастасии свои игрушки. Посетить выставку может любой желающий. Действовать она будет до конца мая во Дворце ветеранов. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Самарская область присоединилась к 42-й всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она прошла по всей стране в минувшую субботу и объединила около полутора миллионов спортсменов и любителей. В Самарской области соревнования прошли в 22 городах и районах. Центральный старт на трассах спортивной школы «Чайка». Чем отличались соревнования в этом году и почему самарцы участвуют в «Лыжне России», узнала Светлана Кудрявцева. 42-я массовая гонка «Лыжня России» собрала профессиональных лыжников и просто любителей зимних видов спорта. «Мы не профессиональные, мы любители, да, мы любим и коньки, и лыжи, да, 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 зимой, летом велосипед, да, дочка младшая занимается тэквондо, старше большим теннисом, ну и мы так немножко, да. Хотим быть в первых 150 участниках, кто поддержит быстрее всех». Самый массовый забег по традиции в общей гонке на 2 километра. Здесь бегут и взрослые, и малыши. Также состоялись старты на 5 и 10 километров отдельно для юнош и девушек, женщин и мужчин. «Много друзей участвуют в любительской гонке. Сам доктор, кстати, решил, почему бы и нет. Темп сильный, надо готовиться». В Самарской области соревнования прошли в 22 городах и районах. «Центральный старт» на трассах спортивной школы «Чайка», которую отремонтировали в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Впервые в лыжных гонках приняли участие ребята из интернатов с ограниченными возможностями здоровья. «Мы первый раз на таком массовом, красивом, энергичном мероприятии. Хотя ребята у нас уже включили спорт, у нас есть разрядники, бочисты. Занимаются адаптивным тэквондо, но мы надеемся, появятся лыжники. Сейчас посмотрим, как пойдет». Всего в лыжне приняли участие около 10 тысяч человек по региону. В Самаре зарегистрировали более 4,5 тысяч участников. Самому юному участнику забега было 7 лет, самому взрослому – 84 года. «Лыжные гонки – это вид спорта, в котором работают все группы мышц. Ими может заниматься любой человек с 3 лет до глубокого пенсионного возраста». В этом году для участников, которые решили пробежать дистанцию всей семьей, устроили розыгрыш призов. «В объявленный год президентом «Годом семьи» мы не могли оставить это без внимания. Проводим сегодня конкурс для тех, кто сегодня всей семьей стартует на лыжне России. Надеюсь, что хорошим продолжением спортивного образа жизни станет для них выигранный фитнес-абонемент или посещение бассейнов, которые они сегодня получат». Участники спортивного праздника смогли также поиграть в снежное регби, аэрохоккей, настольный футбол, посетить площадки комплекса ГТО и ДСААФ. На сцене прошла концертная программа и церемония награждения победителей в разных номинациях. По всей стране в лыжне России в этом году участвовало полтора миллиона спортсменов и любителей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Жители Самары могут принять участие в проекте «Всей семьей». Проект приурочен к объявленному президентам «Году семьи» и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян. Участники должны раз в неделю выполнять несложные задания, а затем размещать в социальных сетях фотографии с хэштегом «Всей семьей» и обязательным хэштегом «Всей семьей 63». В конце марта состоится финальное награждение самых активных. Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей. Подробности в телеграм-канале Советского района. Продолжается прием заявок для награждения почетными знаками Самары. Об этом пишет телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Знаком за заслуги в воспитании детей награждаются родители, либо законные представители, не имеющие судимости, проживающие в Самаре, воспитавшие или воспитывающие двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет, включительно имеющие достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Знаком за самоотверженность награждаются жители, проявившие сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются главе Самары и председателю Городской думы до 1 марта включительно. Консультацию можно получить по телефону 332 11 03. С 12 по 14 февраля в поселке Прибрежном состоится молодежный слет «Равнение на героев». Организатором является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На слете презентуют и обсудят успешные практики лидеров областного рейтинга движения, проработают новые идеи мероприятий и акций, а также примут участие в фотопроекте «Лица героев» и творческом квизе. Проведут установочные сессии, семинары, тренинги и встречи с почетными гостями, информирует телеграм-канал Красноглинского района. На этом выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова